Посмотрите на эти два снимка. Нет, это не мозг курильщика и здорового человека. Эти два изображения отделяют друг от друга всего 10 минут. Медитация. Но это вроде и так всем понятно, что медитация влияет на ритмы мозга. Разве нет? Оказалось, что всем, кроме официальных ученых, которые до сих пор считают медитацию не полезнее утренней зарядки или эффекта плацебо. Яркие цветные пятна отражают повышенную активность бета-волн. Как видите, даже 10 минут достаточно, чтобы существенно снизить активность бета-волн а значит дать своему мозгу отдохнуть. Современные исследования показывают, что длительные занятия медитацией могут не только радикально изменить структуру мозга, но даже способны воздействовать на геном. Но почему наша официальная наука не желает это видеть в упор? В этом ролике мы попробуем это выяснить и расскажем то, о чем никогда не расскажут официальные СМИ. Альтернативные ученые сегодня в изучении медитации приблизились даже к пониманию пограничных состояний между жизнью и смертью. Чего стоит хотя бы прозвучавший на престижном международном конгрессе нейрофизиологов доклад исследования влияния медитации на базовые механизмы мозга руководителя проекта академик Святослав Медведев Институт мозга человека РАН имени Бехтеревой. Ученые исследовали нейронные процессы, лежащие в основе медитации. Завершен первый этап изучения работы мозга монахов, практикующих тантрические медитации. Исследование проходило в тибетских монастырях Индии. Участвовавший в исследовании руководитель лаборатории биологического факультета МГУ имени Ломоносова профессор Александр Каплан подробнее всего исследовал мозговые процессы возникновения мысленных образов, то есть работу воображения. Именно в медитациях монахов тантрической направленности присутствуют обязательные этапы создания и растворения образов божеств, составленных из плетения цвета и графики сотен тонких деталей, утверждает ученый. Заключительный аккорд практики — стадия ясного света, когда, согласно тибетским учениям, завершается круг телесного существования и впереди только свободный полет, как после смерти. Российские исследователи вели запись ЭЭГ во время медитации с одновременной регистрацией видео крупного и мелкого плана, дыхания, сердечной деятельности и движений, чтобы заметить мельчайшие признаки перехода от одной стадии к другой. Это позволит не только выявить скрытые ресурсы мозга, но также понять, чем отличается формирование мысленных образов у монахов и обычных людей. Как выяснила группа Каплана, разница поразительна. Оказывается, для большинства из нас даже простое воображение движения собственной руки является затруднительным испытанием. Между тем, эта способность оказывается очень важной, например, для пациентов после инсульта, так как повторные представления движений парализованной конечности ускоряют реабилитацию. Да, и для здоровых людей воображение необходимо для творчества. Самые удивительные эксперименты проводили с участием студентов МГУ. Результаты поразили. Оказалось, как минимум у половины испытуемых вообще не получилось сформировать яркий зрительный образ, тем более его удерживать. А ведь предполагалось, что у молодых креативных людей это не вызовет затруднений. Скорее всего, причина в том, что нынешнее поколение вывело свое воображение на экран смартфонов, компьютеров, телевизоров. Мысленные усилия становятся ненужными и постепенно атрофируются. Вы на канале «Сознание», где более трех с половиной миллионов подписчиков во всех соцсетях каждый день тренируют свои нейроны. Не забудьте нажать колокол, чтобы не пропустить новые выпуски и подписаться на резервные площадки на случай блокировки Ютуба. Еще крупнейший российский нейрофизиолог Наталья Бехтерева, чьим именем сегодня назван Институт мозга человека ран, утверждала, что медитация является незаменимым и научно подтвержденным методом для профилактики деградации мозга. Результаты показали, что практика осознанного дыхания и медитации вызывают реальные физические изменения в головном мозге. Она же пришла к выводу, что медитация повышает нейропластичность мозга. С возрастом у медитирующих людей мозг не деградирует, а как минимум остается на прежнем уровне. Если практикуете медитации, поделитесь в комментариях вашей методикой и результатами. По сути, ученые начали всерьез изучать медитацию и оказываемое ей влияние примерно в 60-е годы XX века. И за несколько десятилетий было проведено немало самых разных исследований. Вышло огромное количество статей, публикаций и монографий, посвященных этому вопросу. В начале 1980-х годов гарвардский ученый Герберт Бенсон заинтересовался восточным принципом медитации внутреннего огня – туммо. Медитирующий концентрируется на ощущении тепла внутри тела. При помощи этой практики человек может долгое время не чувствовать холода. Тибетские монахи, практикующие туммо, ходят в легкой хлопковой одежде даже зимой. Бенсон и его коллеги отправились в город Дармсал на севере Индии. Там им удалось найти всего трех монахов, которые годами практиковали туммо и согласились участвовать в исследовании. Бенсон получил положительный результат. Монахи действительно смогли поднять температуру собственного тела, находясь в неотапливаемом помещении. Одному из них удалось повысить температуру пальца ноги на 8,3 градуса по Цельсию, а пальца руки на 3,15 градусов. Статью об эксперименте опубликовал Nature, один из самых авторитетных научных журналов мира. Это были первые четкие физические показатели, зафиксированные во время медитации. В состоянии глубокой медитации у человека в мозгу альфа-ритм сменяется тета-ритмом. Тета-ритм обычно возникает, когда мозг решает сложные задачи. То есть во время медитации в мозгу происходит работа. Какая эта работа зависит от намерения. Часто перед началом медитации практикующий формирует намерение. Вот небольшой отрывок статьи из Scientific American по значимости и научному весу этот журнал сопоставим, к примеру, с весником ран. Когда мы, например, учимся играть на музыкальном инструменте, в мозгу происходят изменения. Этот процесс называется нейропластичностью. Участок мозга, контролирующий движение пальцев виолончелиста, увеличивается по мере развития мастерства в игре. Такой же процесс происходит в мозгу, когда мы медитируем. Медитация способна перепорошить мозг, оказывая благотворное влияние не только на сам мозг, но и на все тело человека. Не будем голословными, и на примере конкретных научных исследований покажем, что это за изменения. Объем, кора и структура головного мозга. Еще исследования ученых Гарвардского университета 2012 года показали, что у медитирующих людей больше складок коры головного мозга, за счет чего он быстрее обрабатывает информацию, улучшаются внимание, память, скорость принятия решений. Кроме того, кора мозга становится плотнее, происходит усиленное ветвление нейронов, увеличивается количество связей между нервными клетками, укрепляется сосудистая система. Доктор медицинских наук, нейропсихиатр, профессор медицинской школы Дэвида Гэффена при Калифорнийском университете Дэниел Сигл в своих трудах показывает, что медитация приводит к увеличению общего объема мозга. С помощью сканирования мозга медитирующих удалось зафиксировать, как утолщаются срединные префронтальные области. Оказывается, всего две недели регулярной медитации приводят к изменениям объема и структуры мозга. А именно, становится больше участок, отвечающий за память, обучение и эмоциональное восприятие, а вот области, отвечающие за тревогу, стресс и страх, наоборот, уменьшаются. Увеличение содержания серого вещества и замедление его потери при старении. На этом снимке изменения в структуре мозга после двухмесячного курса медитации. У участников эксперимента увеличилась плотность серого вещества в гиппокампе и задней поясной коре головного мозга. У контрольной группы таких изменений не обнаружили. Группа гарвардских ученых провела эксперимент, во время которого в течение восьми недель участники исследования практиковали 30-минутную медитацию. До и после эксперимента были сделаны МРТ-снимки. Вывод ученых ошеломительный. Всего за восемь недель медитация и структура головного мозга в буквальном смысле перестроилась. У испытуемых увеличилась плотность серого вещества в областях головного мозга, отвечающих за память и обучение, самосознание, сострадание и самоанализ. Специалистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе было выяснено, что медитация способствует сохранению объема серого вещества мозга, содержащего нейроны. Исследователи сравнили мозг 50 человек, долгие годы занимавшихся медитацией, то есть это были люди в возрасте, и 50 человек, никогда ее не практиковавших. На снимках МРТ они увидели, что объем серого вещества у медитирующих значительно превышал объем серого вещества контрольной группы, причем больше серого вещества было по всему мозгу, а не на конкретных участках. Снижение уровня бета-волн Изучив с помощью МРТ, что происходит с нашим мозгом во время медитативного процесса, ученые пришли к выводу, что даже одной короткой медитации достаточно, чтобы добиться значительного снижения активности бета-волн. Это означает, что кора головного мозга менее активно включена в процесс обработки информации, чем обычно. Иными словами, во время медитации мозг человека отдыхает от переработки бесконечного потока информации. Интересно, что такие результаты демонстрируют даже люди, впервые пробующие медитацию. Попробуйте и поделитесь результатом в комментариях. Это будет дополнительным аргументом для скептиков. Повышение болевого порога Оказывается, практика медитации существенно притупляет восприятие боли и снижает активность участков мозга, отвечающих за болевые ощущения. По утверждению автора исследования Зейдена, интенсивность боли снизилась на 40%, а восприятие ее неприятности на 57%. Эти результаты лучше тех, что показывают обезболивающие, морфи и другие, ведь они снижают болевые показатели лишь на 25%. Группа ученых из Университета Монреаля также выяснила, что при одинаковом воздействии медитирующие чувствовали меньше боли, чем обычные люди. Снимок слева показывает, как в нашем мозгу выглядит боль, когда человек находится в состоянии расслабления, а снимок справа – боль, когда человек медитирует. Что называется, почувствуйте разницу. Влияние на геном человека. Специалисты из Висконсинского университета США, Института биомедицинских исследований Барселона и Центра неврологических исследований Института Инсерм Леон на группе из 19 опытных медитирующих установили. В результате всего 8 часов глубокой медитации изменения в организме происходят на генетическом и молекулярном уровне, обеспечивая терапевтический эффект. Авторы, включая руководителя группы Дэвидсона, заявили, что генетические изменения, которые наблюдались у испытуемых, доказывают, что медитация осознанности может привести к эпигенетическим изменениям генома. Конечно, существует еще множество исследований, доказывающих, что медитация снижает риск инсульта и инфаркта, устраняет гормональные нарушения, улучшает иммунитет, устраняет стрессы, депрессивные состояния и так далее. Но нужно отметить, что сейчас ученые интенсивно исследуют медитативную практику на развитие любви и сострадания. Она заключается в том, что мы сознательно формируем и направляем благие пожелания всем живым существам, тем самым развивая в себе чувство безусловной любви и сострадания. Мы делали выпуск о нейронах сердца, ссылки, как всегда, в описании. И оказалось, что польза от этой медитации распространяется на все сферы жизни человека, его здоровье, психику, настроение, социальную жизнь. Есть выражение «все болезни от нервов». Однако в погоне за благополучием, за удачей, за успех люди часто забывают о главном. И наступает время, когда они начинают ходить по врачам, сдавать всевозможные анализы, проходят всевозможные мучения, забывая, что причина кроется в них самих. Меня зовут Ольга Петровна Кузьменко. Я профессор, доктор медицинских и психологических наук. Являюсь автором медико-социально-психологической духовной диагностики, а также регуляции здоровья. Я приглашаю вас на свой бесплатный онлайн-мастер-класс «10 правил здоровой духовной жизни», где я вам расскажу, почему опасно обижаться и как негативные эмоции влияют на нашу энергетику и здоровье, какие правила жизни необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым при любых внешних условиях, как научиться принимать негатив с благодарностью, предупреждать болезни и неприятности еще в зародыши и не дожидаться их проявлений. Регистрируйтесь по ссылке и до встречи в эфире. Вы на канале «Осознание», одном из самых лучших каналов для саморазвития. Нас уже более трех миллионов подписчиков. Это огромная сила, ментальная энергия, которую можно направить на созидание. Благодарим вас, что досмотрели ролик до конца, поставили лайк и написали комментарий. Нам очень важно знать, что вам нравятся наши ролики. Только так мы понимаем, что вам важно то, что мы делаем. Не забывайте подписаться на наши соцсети по ссылкам в описании на случай возможной блокировки Ютуба и да пребудет с вами «Осознание».